Данила Гальпирович 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 Именно таким образом Россия выполнять не собирается. Это даже забавно отчасти, как Москва пытается под свои очень часто совершенно противоречащие международному праву действия подложить некую юридическую базу. Вот в данном случае мы именно это и видим. Все эксперты говорят о том, что последовательные решения российских властей о том, что Азов и те, кто воевал в этом полку, в том числе на Азовстале, не являются военнопленными, они ведут ровно к тому, чтобы всякие показательные процессы организовывать и так далее. Ну а я продолжу сводку. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий подтвердил российский удар по территории области. В воздушных силах Украины уточнили, что россияне попали в зенитный ракетный комплекс в этом регионе. Всего они выпустили по территории Украины 8 крылатых ракет. Это произошло приблизительно в 5 вечера по местному времени из района Каспийского моря. И отмечается, что обстрелы вели стратегические бомбардировщики Ту-95. 7 из 8 ракет были сбиты против воздушной обороны и воздушных сил Украины, говорится в официальном сообщении. Также, если говорить о некоем раскладе сил, сообщается о том, что россияне сейчас перебрасывают войска с севера Донецкой области на Запорожье и прекращают кампанию по наступлению на Славянск. Это, вероятно, создаст возможность для вооруженных сил Украины начать контрнаступление на Изюмском направлении. Об этом говорят в Институте изучения войны. Но вот что касается Херсонской области, возможно, там действительно сейчас есть какое-то продвижение, я имею в виду по деоккупации. Потому что, по официальной информации, вооруженные силы Украины освободили уже 46 населенных пунктов в области. Сообщается о том, что все освобожденные села очень сильно повреждены, там серьезные разрушения. Я добавлю к тому решению, которое принимал сегодня российский суд по иску прокуратуры насчет Азова. Там, конечно, процесс принятия решения был фантастическим. Против Азова свидетельствовали всяческие прокремлевские правозащитники, так называемые, в том числе известная Марина Ахмедова из СПЧ. И вот другой, так называемый правозащитник, председатель общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков. А мы помним, что ОНК Москвы, в общем, зачистили от реальных правозащитников уже давно. Так вот этот Георгий Волков, я цитирую сейчас ТАСС, со ссылкой на показания одного из пленных боевиков сообщил в Верховном суде, что в украинском националистическом полку Азов практиковалось людоедство. То есть вот нацистами их называли, террористами называли, теперь для полного набора решили назвать еще людоедами. Но вообще этот гротеск, он только подчеркивает, насколько судорожными выглядят попытки российского правосудия не выполнять международные конвенции. Вот даже военнопленных пытаются людоедами признать. Кстати, по поводу людоедства, этот нарратив был уже в российской пропаганде, но он действительно так осторожно внедрялся. Я помню, что видела в каком-то российском ток-шоу, по-моему, это было на канале «Россия», еще в 2014 году, когда случилась Одесса, 2 мая. И вот там говорили, что в Доме профсоюзов там были случаи каннибализма, и, да, украинцы ели друг друга и так далее. Это заявлял ведущий одного из ток-шоу. Но тогда, конечно, это было так совсем маргинально, а вот сейчас, по всей видимости, и такие точки зрения внедряются. Перейдем от выдуманного каннибализма к реальным продовольственным проблемам. Есть сегодня новости о том, что первое судно с украинским зерном, которое вчера покинуло порт Одессы, прибудет в Стамбул к вечеру местного времени. Это небольшая задержка из-за погоды, но, тем не менее, точно прибудет. Во всяком случае, турецкое агентство «Анадалу» со ссылкой на генерала вооруженных сил Турции Асджана Алтун-Булака сообщает, что подготовка новых судов с зерном и иной продукцией продолжается. Что касается судна «Разони», это как раз вот то судно, о котором идет речь, то в связи с погодными условиями сухогруз бросит якорь у берегов Стамбула сегодня к полуночи. На фоне реализации договоренностей по украинскому зерну Россия пытается давить на Запад с тем, чтобы он все-таки снял санкции какие-то и финансовые, и логистические. Во всяком случае, МИД России регулярно напоминает, что эти поставки украинского продовольствия на международный рынок как-то могут в любой момент прерваться, если Запад не выполнит так называемую вторую часть пакетной сделки, как говорит МИД России. Но вот мы видим, что в каждом случае Россия исходит не из гуманитарных соображений, а из соображений, чего бы она могла сама выиграть. Но выиграет она пока явно немного, потому что Запад продолжает помогать Украине, США собираются предоставить Украине новый пакет помощи как раз в сфере безопасности в размере 550 миллионов долларов. Об этом накануне сообщил официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. И также была беседа руководства Соединенных Штатов, в частности советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, госсекретаря Энтони Блинкена, председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли с украинскими их коллегами о продолжении поддержки Украины. И как раз рассказали Киеву о том, что идет новый пакет помощи. Скорее всего, там будут дополнительные боеприпасы для реактивных систем «Хаймарс» и для 155-мм артиллерийских систем. Кроме Америки, Украине помогает Европа. В частности, по словам канцлера Германии Олова Шольца, Германия поставляет Украине все виды оружия и военной техники, имеющиеся в ее распоряжении, в том числе и новейшие, которые еще не поступили на вооружение Бундесвера. Я цитирую сейчас Шольца. «Мы поставили все, что у нас было – противотанковые и зенитные комплексы, мины, оружие, тонны боеприпасов и нелетальную помощь». Это он рассказал в интервью канадскому изданию «Глоб энд Мэйл». И также Шольц сказал, что сейчас Германия перешла к поставкам более сложных и дорогостоящих систем. Там самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня, зенитные комплексы и так далее. Ну и это только часть европейской помощи, потому что, кроме этого, есть помощь и финансовая. Урсула фон дер Ляйен, глава Европейской комиссии, сегодня сообщила, что Евросоюз полностью перечислил Украине миллиард евро из нового пакета финансовой помощи. Я сейчас процитирую главу Еврокомиссии. «Эти средства помогут Украине удовлетворить свои неотложные финансовые потребности после неспровоцированной и неоправданной агрессии со стороны России». Российские медиа комментируют выделение миллиарда евро Украине смешно. Там весь пакет, по-моему, 8 или 9 миллиардов евро. И вот российские медиа пишут, что на остальную часть пакета пока еще Европа не может найти экономические гарантии и так далее. То есть опуская факт, что, в общем, огромная сумма, миллиард евро уже Украине переведена. Конечно же, важна помощь и законодательная, политическая. В частности, в Латвии постепенно воплощается в жизнь намерение латвийских парламентариев сделать заявление о признании России террористическим государством. Во всяком случае, комиссия Сейма Латвии уже приняла проект такого заявления, и называется это «Заявление о целенаправленных военных нападениях России на мирных жителей и общественное пространство Украины». Комитет по иностранным делам Сейма его полностью поддержал. Судя по всему, потом поддержит Сейм сам. В документе упоминается и атака России на театр в Мариуполе, удары по жилому району под Одессой, нападение на торговый центр в Кременчуге и так далее. В общем, Латвия довольно серьезно поддерживает Украину, как и все балтийские страны. Мы знаем, что там сократились поставки российского газа, потом они несколько раз вообще прекращались. И Латвия, конечно, в числе наиболее поддерживающих Украину стран. Вообще, по поводу призывов объявить Россию страной-спонсором терроризма, высказалась ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, она заявила о том, что если США объявят Россию страной-спонсором терроризма, это может привести к разрыву дипломатических отношений. Американские законодатели, сообщила она, уже приступили к разработке такого, на их взгляд, сильного оружия, как объявление Москвы спонсором терроризма. При этом как-то забывается, говорит Мария Захарова, что любое действие рождает противодействие. И логичным результатом подобного безответственного шага может стать разрыв дипломатических отношений, за которым Вашингтон рискует окончательно пересечь точку невозврата со всеми вытекающими последствиями. Но все-таки как-то недостаточно эмоционально. Она любит же такое крепкое словцо, а тут довольно все нейтрально сказано. Действительно, Мария Захарова как-то так не сильно эмоционально говорит, но, видимо, по этому вопросу ей не положено эмоционально говорить. Все-таки решение о разрыве дипломатических отношений принимает, я думаю, глава государства в данном случае, а не человек, который в МИДе заведует информацией и печатью. Но вот Дмитрий Медведев сказал бы, он мог бы резко сказать. Да, Медведев, мы знаем, в общем, периодически отливает в граните, говорит, как отрежет, но мы также знаем, что потом его помощники пытаются отрезанное как-то так приставить обратно. Во всяком случае, так получается с его поставим в соцсетях, потому что сначала в соцсетях на платформе человека, аккаунты которого должны охраняться просто как звениться око, я напомню, он все-таки зам руководителя Совета безопасности России. Сначала там появляются заявления о том, что он хочет там Грузию завоевать, СССР возродить, потом говорят, что у него все взломали, это вообще не он. Да, как-то неудобно получилось. Действительно. Как говорится, лучше бы он спал. На самом деле понятна реакция Москвы, почему так нервно реагирует в том числе Захарова на возможное объявление России спонсором терроризма. Я просто напомню, что в США это довольно серьезная действительно мера. Статус страны-спонсора терроризма в разное время присваивался восьми государствам. Сейчас Госдеп США считает таковыми четыре. Это Куба, Иран, Сирия и Северная Корея. И если страна признана спонсором терроризма, то она подпадает под четыре основные категории санкций. Это ограничение на иностранную помощь США, запрет на экспорт и продажу продукции оборонного назначения, определенные меры контроля за экспортом товаров двойного назначения и различные финансовые и другие ограничения. Другое дело, что вообще для остального мира это решение несет довольно много последствий, которые поставят на грань прекращение экономические отношения с такой страной. В общем, действительно, шаг серьезный. Но другой серьезный шаг США уже предприняли, уже сегодня, и санкционные списки российских известных людей пополнились фамилией Алины Кабаевой. Очень многие задавали вопросы о том, почему практически все союзники Соединенных Штатов внесли Алину Кабаеву в санкционные списки, а США этого не делали. Конгрессмен Стив Коэн говорил, что он обращался к администрации с этим вопросом, говорил он это в интервью «Голосу Америки». И вот, видимо, эти все обращения возымели действия. Да, еще я помню Любовь Соболь в интервью, когда она приезжала в Вашингтон и со мной говорила, тоже недоумевала, почему Кабаевой нет в списках. Вот теперь она есть. Сегодня эти санкции введены против Кабаевой. Кроме нее из физических лиц, граждан России, там есть глава так называемой военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо и его заместитель Кирилл Стримаусов. Люди, которые все время рассказывают о том, как они русифицируют украинские территории. Кроме того, довольно серьезные бизнесмены внесены в санкционный список. Это Виктор Рашников, Дмитрий Пумпянский, Андрей Мельниченко, Александр Пономаренко, Гурьевы, старший и младший. Ну и много довольно компаний, в том числе и Магнитогоровский металлургический комбинат, какие-то аффилированные с ним структуры и так далее. И фонд Сколково, детище того же самого Медведева, нами уже упомянутого, со сегодняшнего дня под американскими санкциями. Кроме США, Канада расширила список санкций против России. Туда добавлены более 40 физических и 17 юридических лиц. И там санкции введены против компании «Алмаз», «НПК Салют», «Горизонт», «Машиностроитель» и так далее. В общем, довольно много введено санкций канадских и личных. И там 43 человека в списке физических лиц. Это офицеры российской армии, которые командовали в Буче, где были совершены российской армии и все вот эти зверства известные. Ну, я продолжу тему международной поддержки. В Украину прибыл действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. На время его визита запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером украинским и украинским министром иностранных дел. Также Рау предстоит посетить окрестности Киева, но какие именно города это будут, пока не уточняется. Судя по всему, вот те самые города, тобой упомянутые сейчас Буча, Ирпень и так далее, потому что обычно мировые лидеры, политики, которые приезжают из других стран, они посещают именно эти города. Также генеральный секретарь НАТО Йенс Толтенберг провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским. Они обсудили приоритеты военной поддержки Украины. Цитирую, был хороший телефонный разговор с президентом Зеленским о приоритетах военной поддержки. Жизненно важно, чтобы НАТО и союзники оказывали еще больше помощи Украине и еще быстрее. Также обсудили первую партию зерна с момента вторжения России и необходимость полного выполнения соглашения спонсируемого ООН и нашим союзникам Турции, написал Столтенберг в Твиттере. Ну и еще я скажу несколько слов. Если уж мы заговорили о высказываниях международного характера, генсек ООН Антонио Гуттереш заявил, что мир сейчас сталкивается с ядерной опасностью, невиданной со времен Холодной войны. Угрозы, возникающие из-за войны в Украине, а также в Азии и на Ближнем Востоке отделяют мир от ядерного уничтожения одним лишь недоразумением, одним просчетом, сказал генеральный секретарь ООН. Он сделал эти заявления на переговорах в Нью-Йорке и, как я уже сказала, заявил о том, что такой угрозы, такого уровня в серьезности еще не было. Ты раньше говорила о том, кто контактирует с кем. В частности, украинский президент разговаривает с агенцией Комната, Сбигнифрау приехал и так далее. Ну, а министр иностранных дел России Сергей Лавров, у него своя компания. Он завтра официально посещает Мьянму, которой, как мы знаем, правит военная хунта, которая совсем недавно расстреляла, привела в исполнении смертный приговор в отношении гражданских активистов, выступавших против этой хунты. То есть, это явный жест, потому что совсем недавно очень много международного осуждения свалилось на эти военные власти Мьянмы. Их осудили все, кто может. Как раз посреди буквально облака этого осуждения, волны этого осуждения, Лавров решил, цитирую, Захарову на брифинге российского МИДа, посетить с рабочим визитом Республику Союз Мьянма запланированы переговоры с министром иностранных дел и встречи с мьянманским руководством. А совсем недавно как раз один из руководителей этой самой хунты приезжал в Россию и был там неофициальным гостем. Путин его не принял, но приняли его на всех других разных уровнях. И Захарова буквально хвастается связями российского МИДа с Мьянмой. Она говорит, планируется обсудить весь комплекс российско-мьянманских отношений, политический диалог, торгово-экономическое сотрудничество и так далее. А что входит в этот комплекс отношений? Ну, может быть, они будут выяснять, как сподручнее оппозиционеров преследовать или пленных, опять же, уничтожать. В общем, им есть, как там у Высоцкого пелось обменяться, приехали опытом. Так или иначе, связи России с нынешними властями Мьянма хорошо показывает, какую именно компанию вводит теперь российский МИД на международном пространстве. Ну, а я расскажу о заявлениях еще одного российского ведомства, Минобороны. Там считают, что Соединенные Штаты напрямую участвуют в войне в Украине, поскольку согласовывают с Киевом цели для ударов из ракетных систем «Хаймарс». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Коношенков, звезда российского телевидения с 24 февраля, который каждый день рапортует об успехах российской армии и, как мы знаем, иногда выдумывает название украинских населенных пунктов. Так вот, Минобороны России зафиксировала и учитывает на будущее, это я цитирую Коношенкова, официальное признание заместителя начальника главного управления разведки военного ведомства Украины генерала Скибицкого о прямом согласовании Вашингтоном каждой цели для Киева перед ударами из американских ракетных систем залпового огня. Коношенков заявил, что администрация президента США Джо Байдена несет ответственность за все одобренные Киеву ракетные атаки, которые привели к массовой гибели мирных жителей. Ну, как мы знаем, массовая гибель мирных жителей действительно была зафиксирована неоднократно в ряде украинских городов, но только ответственность за нее несут совсем не вооруженные силы Украины. Ну и наша традиционная рубрика «Кого, где и за что?» в ней сегодня два сообщения. Первое касается штрафа, как обычно я сообщаю о штрафах, об арестах. Преображенский суд Москвы оштрафовал писателя Виктора Шендеровича на 10 тысяч рублей по статье о неисполнении обязанности иностранного агента. Мне очень нравится эта формулировка, как просто исполнение супружеских обязанностей, не исполнение обязанностей иностранного агента. Как сообщает адвокат Павел Чиков, поводом для протокола стали посты писателя в его телеграм-канале, по всей видимости, не маркированные должным образом. Ну и в продолжение темы, за что можно, собственно, получить штраф или даже угодить в тюрьму, Министерство юстиции России подготовило две методички для следователей, судей, судебных экспертов, о том, как проводить судебную экспертизу по новым статьям о фейках и дискредитации армии. С копиями документов ознакомился коммерсант. И вот в этих методичках Минюст объясняет, как отличить фейк от дискредитации. Вот такая у них сложная работа. Они следят за тем, что люди пишут, какие высказывания делают. И надо обязательно отличать, вот где фейк, а где дискредитация. Как ты думаешь, как это надо делать? Ну, я думаю, что там есть подробные инструкции. Типа, если прям про факты говорил, то это дискредитация. А если что-то просто подлецами назвал, то это какой-нибудь фейк. Но на самом деле, ты знаешь, что мне это напоминает? Дело в том, что в Советском уголовном кодесе были совершенно очевидные две политические статьи, по которым давали довольно разные сроки. Но, в общем, это прямая калька к тому, что сейчас происходит. Там была статья, которая называлась «Антисоветская агитация и пропаганда». И это была одна ответственность. Семидесятая статья. А другая статья была «Заведомо ложные измышления, порочащие советский государственный строй». Это была другая ответственность. Мне кажется, что они полностью возродили вот эту схему ответственности по политическим статьям даже в ее двух частности. Ну, и это, конечно, прямое нарушение российской Конституции, потому что в Конституции русским по белому написано, что за политические взгляды человек не может преследоваться. Но мы понимаем, что в нынешней России именно это и происходит. Люди преследуются все время за политические взгляды. Вот, например, ВСИН буквально только что попросила суд назначить курс психокоррекции бывшей московской муниципальной депутатки Юлии Галяминой. Ей еще и просят продлить условные осуждения и так далее. В общем, очевидно, что именно политические репрессии уже давно, еще до, конечно, этой войны, составляли суть того, что сейчас Кремль делает. А вот смотри, вот то, что ты говоришь, в России есть политические репрессии. Это потянуло бы на фейк, потому что это касается какого-то ложного, ну, с их точки зрения, утверждения о фактах. А вот дискредитация – это негативное мнение. То есть, например, Россия бомбит мирные города – это фейк. А бомбить мирные города нехорошо – это дискредитация. Поэтому наказывают людей, которые выходят на пикеты, на какие-то митинги с плакатами «Мы за мир» и так далее. Это расценивается как дискредитация, потому что якобы в этом есть какая-то оценка, и она дискредитирует российскую армию. Я вот все думаю, когда они все-таки библейские заповеди запретят. Потому что, насколько я знаю, с плакатами «Не убей!» уже людей винтили. Штрафовали, да. Ну вот и задерживали, и штрафовали. Но вот я думаю, что им все-таки пошире надо развернуться и, наконец, уже к настоящему, такому традиционному православному государству запретить библейские заповеди. На этом заканчиваем наш ежедневный подкаст. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальпирович. До встречи. Большое спасибо за внимание. Продолжим завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова